5 июля 1969 года на этом месте был открыт мемориальный комплекс Хатынь. Мемориальный комплекс создан на месте сожженной дотла со всем населением деревни Хатынь. Но памятник это далеко не одной деревне, сотням сожженным населенным пунктом. На территории Беларуси деревень, разделивших трагедию Хатыни, более 600. И этот мемориал увековечивает память о каждой белорусской деревне. Это огромное количество погибших, уничтоженных людей, мирного населения. Это женщины, старики, дети. Аллея мемориала приведет нас к самому трагичному месту. Месту, где погибло 149 жителей деревни Хатынь, из которых 75 были дети до 13-летнего возраста. В центре размещается скульптура непокоренного человека, прообразом для создания, который послужил трагический момент из жизни единственного взрослого свидетеля трагедии Хатыни и жизни Иосифа Каминского. Когда он, придя поздно ночью, когда уже карателей не было в деревне, на пепелище среди трупов односельчан нашел тело одного из четверых своих детей, сына 15-летнего дама. Мальчик был жив, но очень ранен смертельно в живот, получил ожоги многочисленные и умер на руках у отца. Иосиф поднял Адама, услышав последние предсмертные слова, он спросил, где мама, и, к сожалению, скончался на руках у отца. Вот именно эта трагедия послужила основой для создания скульптуры непокоренного человека, автора этой работы Сергей Селиханов. У вековечено также место гибели хатынцев, черные гранитные плиты, авторы выполняют для нас таким образом, что они повторяют рухнувшую крышу сарая. Сарай огромный, куда попали все хатынцы от мала до велика, был плотно закрыт 22 марта 1943 года немецко-фашистскими оккупантами. Обложили его соломой, облили бензином и подожгли. И мгновенно вспыхнул сарай. Люди, находившиеся, понимают, что горят, и они просто в надежде спастись бросились к деревне сарая, которое рухнуло от напора тел человеческих. Люди бросились бежать, но, к сожалению, выбраться живыми практически никому не удалось, потому что расстреливали всех, пытающихся остаться живыми с автоматов и пулеметов. Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем по скорбь и печаль обернуться в мужество ваше и силу, чтобы смогли утвердить навечно вы мир и покой на земле, чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала. Слова эти были написаны к открытию мемориального ансамбля хатын белорусским поэтом Нилом Гилевичем полвека назад, но своей актуальности по сей день они так и не утратили. Субтитры создавал DimaTorzok